Гомункула в яйце Привет. С вами Корней. К сожалению, с гомункулами никаких изменений не произошло. Гомункул в яйце продолжает развиваться. Я надеюсь, что он сможет вылупиться сам. Я продолжаю ждать. Про этого гомункула я решил снять видео. Я хочу продемонстрировать напряжение, которое гомункул вырабатывает. Будем измерять этим прибором. Я это уже измерял. Теперь я хочу показать это специально для вас. Итак. Он перестал реагировать на постукивание по аквариуму. Наверное, потому что я делаю это достаточно часто. Он уже просто к этому привык. Но я думаю, что на такой раздражитель он должен отреагировать. Так. Было, по-моему, 20 вольт. Ещё раз. 17 вольт. Прибор, я заметил, всегда показывает разные значения. Я думаю, что это связано с тем, что он не успевает реагировать на ток, если ток кратковременный. Поэтому у меня есть предположение, что реальное напряжение тока, которое вырабатывает гомункул, может быть значительно выше. Ну, ещё я, пожалуй, отвечу на пару вопросов, которые мне часто задают мои зрители. Меня спрашивают, не хочу ли я создать гомункулы из траусиного яйца или из яйца рептилии. Ну, из траусиного яйца, пожалуй, нет. Потому что траусиное яйцо для меня недоступно. По крайней мере, в свежем виде. А вот из яйца рептилии, может быть. Сейчас я хожу по зоомагазинам и спрашиваю у продавцов, нет ли у них случайно яйца черепахи, игуаны или какой-то змеи. Ну, пока я не нашёл. Ну, не исключено, что найду. Ещё один вопрос такой. Каким образом человеческое семя может оплодотворить яйцо? Ну, я хочу ещё раз всем моим зрителям сказать, что я никогда не утверждал, что в процессе зарождения гомункула происходит именно процесс оплодотворения. Возможно, гомункул не является генетическим гибридом. У меня есть предположение, и это, конечно, только предположение, что гомункула может являться соматическим гибридом. Что такое соматический гибрид? Тот, кому интересно, может с легкостью найти информацию в интернете. Если никаких интересных изменений с гомункулами не произойдёт, то следующее видео, скорее всего, будет посвящено яйцу, в котором развивается гомункул. Мне кажется, что гибрид стал крупнее. Так это или нет, мы увидим вместе. Давайте измерим ток ещё раз. По-моему, было всего лишь 3,3 вольта. Вот так работает прибор. Ну что ж, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. С вами был Корней. Пока. Субтитры подогнал «Симон»!